Как художнику заработать на своем творчестве? Продавать готовые картины, скажете вы, и будете правы. Это самый очевидный способ заработка, о котором мы также сегодня с вами поговорим. Но в этом выпуске я хочу раскрыть еще несколько способов, с помощью которых художник сможет заработать и таким образом значительно повысить свой доход. Ведь художник, вопреки сложившемуся стереотипу, не должен быть голодным. Наоборот, сегодня я докажу, что это востребованная и доходная профессия, которой можно и нужно учиться. Сразу отмечу, что это видео будет полезным не только художникам в классическом понимании, создающим живопись и академические рисунки, а также иллюстраторам, скульпторам, дизайнерам из выпуска можно будет подчеркнуть идеи для заработка, которые подойдут любым творческим профессиям. Поэтому, если вы знаете в своем окружении таких людей, смело делитесь с ними этим видео. Уверена, они вам будут благодарны за такой приятный жест. Итак, как же зарабатывают художники? В современном мире для художников существует множество способов получать доход, гораздо больше, чем 20-30 лет назад. И давайте прямо сейчас рассмотрим самые интересные варианты заработка. Вариант первый – создание иллюстраций для разных проектов. Одним из популярных способов заработка для художника является иллюстрирование различных проектов. Вы можете создавать обложки для книг, оформлять инфопродукты, блогеров и разрабатывать стикеры для социальных сетей и мессенджеров. Найти такие заказы довольно просто. Достаточно просмотреть предложения на фриланс-биржах, объявления и специализированные веб-сайты, нацеленные на иллюстраторов. Например, площадка Illustrators.ru позволяет искать заказы, связанные преимущественно с созданием изображений для журнальных статей, книг и далее. Вариант второй – заработок на продаже открыток и сувениров. Можно создавать авторские изображения и наносить их на открытки и сувениры. Это один из отличных способов заработка, который будет востребован у потенциальных клиентов. Сколько может заработать художник на продаже открыток? Будет зависеть от уровня усилий, которые он вкладывает в продвижение своих работ. Продажа по пять открыток в день через социальные сети по цене 50 рублей за каждую может приносить неплохой доход. Но начав сотрудничество с магазинами подарков, сувениров и галереями, художник может значительно увеличить свой ежемесячный доход. Постепенно можно расширять ассортимент, создавая авторские принты и иллюстрации на футболках, кружках, а также выпускать календари и другую полиграфическую продукцию. Вариант третий – продажа изображений на стоках. Сейчас стоковые порталы становятся все более популярными. Там компании и отдельные предприниматели ищут визуал для своей деятельности, а художники создают такие материалы, логотипы и другие элементы брендинга. Поэтому если у вас есть способность создавать много небольших иллюстраций, то работа на таких ресурсах может стать для вас хорошим способом заработка. В начале деятельности можно ожидать доход около 100 долларов в месяц. Вот некоторые из самых популярных стоковых ресурсов – это Shutterstock.com, Depositphotos.com и другие. Вариант четвертый – мастер-классы по рисованию на YouTube. Если у вас есть навык умело и доходчиво доносить информацию для пользователей, то отличным способом для использования этих навыков будет платформа YouTube. Создавайте обучающие или развлекательные видеоролики и делитесь ими на YouTube. Именно там вы можете предлагать свои услуги тем, кто проявляет интерес или любопытство и приходит к вам сам. А для того, чтобы улучшить свои навыки рисования, рекомендуем ознакомиться с нашим пошаговым руководством – как создавать высококлассную живопись, которая влияет на разум и сердце зрителя. В этом руководстве вы найдете полезные советы, технику и методы, которые помогут вам развить свой творческий потенциал и создавать произведения искусства, оказывающие глубокое воздействие на зрителей. А главное, здесь вы узнаете о первых важных шагах в одном из самых наполняющих и достойно оплачиваемых профессий, если только начинаете свой путь. Ссылка на руководство будет размещена в описании всего на 24 часа. Продолжу делиться информацией о способах заработка для художника. Вариант 5. Консультации по рисованию. Вы также можете попробовать зарабатывать, предоставляя индивидуальные консультации, которые могут проводиться через популярные мессенджеры, такие как Skype, Viber, WhatsApp, Zoom, Telegram и другие. Это направление отличается тем, что это не просто односторонний монолог, а непосредственный диалог с клиентом. Вы можете глубоко погрузиться в проблему человека, который обратился к вам за консультацией, ответить на его вопросы и предложить свои рекомендации. Вариант 6. Аукционы. Не менее выгодным и интересным способом заработка является создание картин и их продажа на аукционах. Главное – выбрать профессиональную и известную площадку для безопасной и выгодной сделки. Вариант 7. Рисование на заказ. Рисовать на заказ чаще всего можно портреты. Однако, чтобы принимать подобные заказы, необходимо иметь свою аудиторию в социальных сетях. Для этого желательно создать хотя бы одну группу, где можно представить свои работы. Кстати, напишите в комментариях, рисовали ли вы когда-то портреты на заказ. Если да, то какой результат получился? Удавалось ли продавать работы по желаемой цене? И какой поток клиентов у вас был? Можно не ограничиваться только рисованием портретов, а пойти дальше, например, создавать копии всемирно известных картин, таких как «Монализа». К слову, на создание при продукции известных шедевров художественного искусства сегодня существует большой спрос. Единственное, работа должна быть выполнена качественно и малоотличима от оригинала. Тогда за нее будут готовы хорошо заплатить. И для того, чтобы создавать красивые и тонкие работы на заказ, необходимо обладать врожденным талантом или овладеть техникой, которая была разработана мастерами эпохи Возрождения. Ведь именно в то время художники достигли высочайшего уровня в искусстве, создавая произведения, приближенные к реальности, которые сегодня почитаются во всем мире. И называется это «Техника оптических просветов» или «ТОП». Картины, выполненные в этой технике, пользуются огромной популярностью. Они приковывают взгляд зрителя своими мягкими переходами цветов, объемом, глубиной и реалистичностью. Благодаря своей тонкости, такие произведения разлетаются, как горячие пирожки, и не требуют активных продаж. Они продаются сами по себе, так как вызывают у зрителей восторг и желание приобрести их. Именно благодаря этой технике профессия художника может вновь стать востребованной, как это было когда-то. Таким образом, утверждение, что художник должен быть голодным, может уйти в прошлое, благодаря новым возможностям, которые представляет техника оптических просветов. А если вы хотите узнать о технике ТОП еще больше, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством, как создавать высококлассную живопись, которая влияет на разум и сердце зрителя, которая будет доступна всего 24 часа. Ссылку на него оставляем в описании. Также обязательно посмотрите наш выпуск на тему, где продавать картину художнику. В этом эпизоде мы разобрали и лучшие площадки для продажи картин, и популярные сайты для продажи картин, и интересные приемы, которые кратно повышают шансы быть замечены. А я с вами не прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok